привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников лето это хорошая пора для занимательных физических опытов и одним таким известным опытом мы сейчас с вами займемся для него потребуется всего лишь воздушный шарик и монетка вот у меня тут рублевая монетка я ее шарик помещаю и надуваю его не очень сильно а теперь надо изловчиться и суметь раскрутить монетку внутри шарика и вот она катается по его поверхности как мотагончик на вертикальной стене и делает это довольно долго уже приятно и за ней понаблюдать и вот мы засняли движение монеты на скоростную камеру замедлив его восемь раз и направив камеру на просвет на солнце чтобы монету было хорошо видно вот она встала на ребро прижимается к шарику центробежной силой и делает оборот за оборотом а еще когда монета вращается внутри шарика можно услышать некий звук но он не сильно громкий и чтобы этот звук стал громче мы изменим опыт вместо монеты возьмем гайку опять же опустим ее внутрь шарика раздуем шарик и звук стал исключительно громким от чего же он возникает и естественно предположить что когда гайка катается внутри шарика она бьет по его поверхности каждым своим ребром как барабанная палочка натянутая резина усиливает этот звук как резонатор как мембрана барабана вот у нас получается такая барабанная дробь только на очень высокой частоте ну и давайте сделаем оценку этой частоты сколько ударов наносится за один оборот гайки надо взять длину окружности 2 пир и поделить ее на длину одного ребра дельта ну 2 пир у меня получилось порядка 50 сантиметров чуть больше а длина ребра у этой гайки тоже чуть больше пяти миллиметров значит здесь отношение это сотня ну и теперь надо это отношение умножить на то сколько я движений вот таких сделаю шаром за одну секунду посмотрел на видео увидел что делал шесть оборотов значит надо эту сотню умножить на шесть и у нас должна получиться чистота порядка 600 герц а теперь надо взять и посмотреть на звуковую дорожку мы отправили звуковую дорожку в программу audacity на верхнем графике виден сам звуковой сигнал а на нижнем его спектральное представление по верхнему графику видно что гайка делала на этом интервале времени не 6 а 8 оборотов в секунду значит в моих расчетах предсказанная частота должна быть равна 800 а не 600 герцам смотрим на спектрограмму и видим эти 800 герц но с некоторыми изменениями за оборот порядка 200 герц и я немедленно объясню эти изменения частоты когда гайка катается внутри шарика она то поднимается вверх и здесь ее скорость уменьшается то опускается вниз здесь ее скорость увеличивается значит наверху она бьет по шарику своими ребрами реже а внизу чаще вверху должен быть звук ниже а внизу выше что же еще следует из наших рассуждений что если мы заменим гайку большого размера на маленькую звук должен быть выше сейчас проверим ну слышно насколько он заметно повысился так что предсказания теории работают и здесь вообще получается что мы взяли такой простой опыт и извлекли из него уже столько разной содержательной физики и на этом месте своим прощаюсь спасибо вам за внимание